Для описания вращательного движения твёрдого тела используются сначала кинематические параметры. Кинематическими параметрами являются угол φ, угловая скорость и угловое ускорение. Если материальная точка, которая движется по окружности, то угол мы, например, отсчитываем от какой-то выбранной оси, пускай будет ось Х, то угловое ускорение... Да, сначала введём угол. Угол определим как длину дуги к радиусу этой окружности, то есть φ равно L делить на радиус. Затем мы можем ввести угловую скорость. Омега это dφ по dt. Точно так же, как вводится обычная линейная скорость, но уже по отношению не к перемещению, а к углу. И угловое ускорение, которое можно определить как dω по dt, или же d2φ по dt дважды. То есть угловое ускорение определяется как производная от угловой скорости по времени. Ну или же вторая производная от угла по времени. Величины φ, омега и β можно рассматривать как скалярные величины, вводя их вот таким образом, но можно задать для них и направление. Дело в том, что при вращении вот в эту сторону, то есть при отчёте, скажем, угла против часовой стрелки, и при отчёте угла по часовой стрелке, направление вращения противоположное. И естественным образом можно задать направление угла в виде вектора, направленного вдоль оси вращения данной точки. Значит, если у нас движение есть с какой-то скоростью, мы вводим в вектор угла. Вектор угла будет направлен вдоль оси и связан с углом по правилу правой руки, или по правилу правого винта, или правого буравчика. Правило правой руки. Четыре пальца охватывают по направлению вращения, а большой палец показывает направление вектора. То есть φ вектор у нас будет направлен на нас. Правило правого винта, поворот вот таким образом, по правилу, по правому винту, как бы ввинчиваясь в эту сторону, даст нам также направление угла φ. Аналогичным образом будет направлена скорость линейная, и аналогичным образом можно ввести вектор угловой скорости. В данном случае скорость направлена сюда, значит угловая скорость тоже будет направлена сюда. Я ее здесь уже здесь нарисую. Тоже здесь нарисую. Омега. Это тоже вектор. Ну и аналогичным образом можно ввести вектор β, вектор углового ускорения. Давайте свяжем эти величины. Поскольку угол φ связан с длиной дуги L, то длина дуги L будет равна r на φ. Дифференцируя обе части уравнения по времени, то есть беря d по dt, мы получим, что здесь у нас будет скорость, и она будет равна r на омегу. Теперь в векторной форме, если радиус задать направленным от центра в данной точке, то произведение r на омегу даст нам вектору противоположной скорости. Чтобы задать это уравнение в векторной форме, нам необходимо записать следующее. Нам необходимо ввести понятие векторного произведения в вектор равен омега векторно умножить на радиус. Что такое векторное произведение? Векторное произведение по определению, ну скажем, если у нас есть вектора А и В, то по определению это вектор, лежащий в плоскости, вектор, который перпендикулярен плоскости, образованный векторами А и В, то есть С перпендикулярен А, С перпендикулярен Б. Во-первых, это определение направления, а модуль вектора определяется как А векторно на Б равно произведению модулей А на Б на синус угла между ними. на синус угла между ними. Ну и осталось задать однозначное направление вектора С, поскольку перпендикулярность А и В дает возможность двум направлениям. Значит, если у нас вектора А и В направлены вот так вот, то вектор перпендикулярный может лежать на оси, на линии, которая перпендикулярна плоскости, образованной вот этими двумя векторами. Вот этой плоскости. Но таких направлений возможно два. Одно вверх, другое вниз, например. Вверх, вниз. Так вот, выбор результирующего вектора С определяется для векторного произведения правилом правой руки. Поворот от первого вектора ко второму, то есть от вектора А к вектору В, вот сюда вот, должен по правилу правой руки давать нам направление результирующего вектора векторного произведения С. Ну, если мы поменяем местами картинку, например, местами вектора на картинке А и В, то тогда С будет направлен в противоположную сторону. То есть вот так вот. Поворот от первого вектора ко второму по правилу правой руки дает нам результирующий вектор С. В случае векторного произведения, чтобы получить скорость, чтобы получить направление скорости, нам нужно умножить вектор омега, вот он направлен на нас, на вектор R. То есть поворот от омега к R дает нам направление скорости В. По правилу правой руки. И вот я здесь написал это соотношение в векторной форме. V вектор равно омега на R. Теперь, имея это соотношение, мы можем вывести выражение для углового ускорения. Будем считать, что радиус у нас величина постоянная. Радиус R констант. Ну, собственно, это мы предполагали еще здесь, вот на первом шаге, когда дифференцировали вот это выражение. И дифференцирование дало нам производную от угла Фи по времени. Но R вынеслось за знак производной. То есть R считалось константой. Итак, R в нашем случае будет постоянной величиной. Дифференцируя вот это выражение еще раз по времени, мы получим из скорости ускорения будет А. Давайте продифференцируем, скажем, не векторное выражение, а скалярное. Нам это будет сейчас немножко более удобно. А равное D от V по Dt равно R у нас константа, а производная от омеги даст нам бета на радиус. Бета на радиус. В этом выражении производная от скорости по времени дает нам ускорение, но только вполне определенную его составляющую. Оно дает нам тангенциальную составляющую ускорения. То есть вот здесь вот А с индексом Тау. Почему я это подчеркиваю? Потому что сам вектор скорости по направлению меняется, и если бы мы дифференцировали вектор скорости, то вектор скорости можно было бы представить в виде двух составляющих. это составляющая модуля вектора скорости на единичный вектор направленный по касательной траектории, то есть по окружности. И далее дифференцируя вот это выражение D от вектора V по Dt мы должны были бы взять производную от произведения. Написать, что это будет равно Dv по Dt на е Тау плюс V D е Тау по Dt. Dv по Dt это тангенсальное ускорение, вот оно, а V D е Тау по Dt дает нам вторую составляющую ускорения, которая называется нормальным ускорением. Это будет А тангенсальное умножить на е Тау плюс А нормальное на е Н. Производная от единичного вектора по касательной по времени дает нам вектор, направленный по нормали. Ну, это если у нас есть дуга окружности дуга окружности и происходит поворот вектора вот у нас е Тау это е Тау 2 это е Тау 1 и вот вектор D е Тау он направлен практически перпендикулярно вектору е Тау давайте эту картинку нарисуем побольше и выведем таким нормальным ускорением нарисуем картиночку побольше дуга окружности При смещении материальной точки по окружности происходит поворот на угол альфа. Соответственно, ЕТАО поворачивается на угол альфа. Значит, величина ДЕТАО может быть найдена как произведение, поскольку угол альфа очень мал, даже можно его называть ДАЛЬФА, бесконечно маленький, ДАЛЬФА. Поскольку угол ДАЛЬФА очень мал, то вот этот отрезок ДЕТАО может быть представлен как произведение радиуса, то есть модуля ЕТАО умножить на угол, на ДАЛЬФА. Но с другой стороны, модуль ЕТАО равен единице, А ДАЛЬФА можно определить как отношение длины другие, ДЛ, к радиусу. ДЛЬФА равно ДЛ делить на радиус, на радиус окружности. ДЛЬФА можно найти как скорость на время, ДНДТ, делить на радиус. И подставляя выражение ДЕТАО по ДТ, то есть получаем нормальное ускорение, а нормальный вектор равно ВДЕТАО по ДТ равно В на В, В в квадрате делить на радиус. И дальше, да, здесь модуль я искал, конечно, модуль. И умножить на направление. Значит, направление здесь будет таким. Поскольку угол АЛЬФА очень маленький, в этом треугольнике вот эти два угла очень близки к 90 градусам. Ну, это 180 минус бесконечно малая величина пополам. Поэтому вот этот угол, это 180 минус ДАЛЬФА пополам. Ну, и примерно равен он 90 градусам. Соответственно, вектор ДЕТАО перпендикулярен почти что ЕТАО. И значит, он перпендикулярен касательно, а касательно перпендикулярно радиусу. Это фактически нормаль, вектор нормали. Причём направлен он к центру. Направлен он к центру. Вот сюда вот. То есть нормальное ускорение направлено по радиусу к центру данной дуги. То есть данная окружность. Итак, что мы получили? Что тангенциальное ускорение АТАУ равно β на r. Нормальное ускорение равно v2 делить на r. v2 делить на r. Ну и по ходу дела мы получили связь между тангенциальным и угловым ускорением. Продолжение следует...